МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Леберчане представили округ на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями. Я его могу покормить или просто погладить, что он там хороший. В Малаховском парке прошла благотворительная акция в помощь бездомным животным. Это картины, которые написаны от души. В картинной галерее открылась выставка флора и фауна. А теперь обо всем подробнее. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители подразделений доложили о проделанной работе на минувшей неделе. Подробнее в нашем сюжете. Три пожара произошло в Люберцах во вторую неделю октября. Дважды пожарные выезжали в Красково. Там горели склад и квартира в одном из жилых домов. Здесь обошлось без жертв. А в высотке на улице Камова пострадал мужчина. В статье пожара обгорели личные вещи, предметы мебели на площади 3 квадратных метров. Пожарные подразделения спасем из горящей квартиры, с гражданином и доставлен с ожогами второй степени в городскую больницу. В округе растет число зараженных вирусом COVID-19. В начале октября заболели двое новорожденных. Одному на тот момент было 17 дней, другому полтора месяца. Оба поступили в Московский областной центр охраны материнства и детства с признаками ОРВИ. Но у малышей подтвердился коронавирус. У взрослых инфекция проявляется по-новому. По последним данным, вот эта волна, которая сейчас идет, она уже протекает немножко по-другому. На первое место выступают кишечные расстройства. И это не потеря вкуса, и не потеря запаха. И даже, возможно, начинается местная мания. А начинается желудочно-кишечный расстройство, и протекает она по типу панкреатита. Благоустройство округа также на повестке дня. Завершается реализация программы «Светлый город». По 21-му адресу установили новое освещение. Обновят фонари еще в трех. Окончание работ запланировали на 20 октября. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Работники дорожного хозяйства показали свою готовность к предстоящей зиме. Справляться со снегопадами и устранять последствия непогоды им будет помогать современная техника. Как вооружились коммунальщики, расскажет наш корреспондент. Прошлая зима устроила дорожникам настоящий экзамен и проверку на прочность, а заодно и преподнесла серьезный урок. В самое непредсказуемое время года нужно держать руку на пульсе 24 часа в сутки, иначе будет коллапс. До наступления календарной зимы еще полтора месяца. Дорожные службы готовы встречать ее хоть сейчас. Поставка реагентов и песко-соляной смеси практически завершена. Снегоуборочные машины и люди в полной боевой готовности. Все можно ожидать от зимы. Все. Готовы справляться с любыми капризами, что бы не было у нас в работе. Все выполняем четко. Какие бы трудности не стояли бы перед нами. 115 единиц спецтехники и более 300 дорожных работников будут обеспечивать жителям городского округа Люберца беспрепятственный проезд и проход во время сильных осадков. Техника, которая до сих пор содержит дороги, это поливомощные машины. Мы их уже, когда будет ближе к снегу, уже переобуем и все. Дежурные машины. А так уже дежурные машины все для россыпи песко-соляной смеси готовы. Полностью вся техника прошла технический осмотр, полностью подготовлена. В этом лично убедился глава Люберец Владимир Ружицкий. Он осмотрел снегоуборочную технику, которая в скором времени выйдет на дороги округа и приступит к работе. Армию можно проверить, на что она способна, только через войну. Я вам скажу, коммунальные службы мы можем проверить через зиму, особенно дорожников. Когда в течение суток выпадает там месячная норма. И с этим надо справиться. Смотр техники традиционно прошел накануне профессионального праздника работников дорожного хозяйства. Лучших представителей профессии отметили благодарственными письмами губернатора Московской области и главы городского округа Люберцы. Родительский подруль следит за порядком на дорогах. Мамы и папы воспитанников 27-й школы приняли участие в акции, направленной на предупреждение аварии с участием детей. Временным инспекторам помогали сотрудники ГИБДД и волонтеры. Все подробности у моих коллег. Этот нерегулируемый пешеходный переход ведет к школе номер 27. Ранним утром перед началом занятий здесь начинается интенсивное движение. Основной поток – дети и подростки. Те, кто больше всех подвержен риску попасть в ДТП. Держите листовочку и светоотражающий значок, чтобы водитель тебя всегда видел. Такие сувениры получили и те школьники, чьи родители присоединились к профилактической акции. Теперь на своем примере они будут рассказывать ровесникам, как важно быть заметным на дороге, и помнить о главных правилах пешехода. Во-первых, когда ты переходишь, нужно сначала повернуться налево, осмотреть, потом направо, потом еще раз налево и потом еще раз направо. Во-вторых, если нет светофора, то нужно искать зебру. А если есть светофор, то лучше переходить на зеленый. Родительский патруль, в свою очередь, призывал к внимательности водителей. С помощью дорожного знака напоминали, что на этом участке стоит замедлить движение. Пригласили нас в группу, и мы, соответственно, с удовольствием откликнулись поучаствовать в этой акции. Я на подобном движении впервые, но я думаю, что в приедьм мы будем участвовать на постоянной основе. Это очень важно для нас, для наших деток. Эта акция проходит не только по инициативе ГИБДД, но и также по инициативе управления образованием. В каждой школе создана подобная группа, которая регулярно дежурит на пешеходных переходах, расположенных вблизи образовательных учреждений. Проблема ДТП с участием детей сейчас актуальна как никогда. Уменьшение светового дня и пасмурная погода влияют на безопасность дорожного движения. И такие маленькие предметы, значки и наклейки могут защитить от большой беды. В городском округе Люберцы с каждым днём растёт уровень заболевших вирусом COVID-19. В общественных местах усиливают профилактические меры. Соблюдение масочного режима в одном из крупных торговых центров проверил глава округа Владимир Ружицкий. На входе в магазин обязательная термометрия. Если у покупателя зафиксировали повышенную температуру, в торговый зал его не пускают. Без маски вход тоже воспрещен. Некоторые соблюдают, некоторые нет. Перчатки большинство не щеберят, но маски – да. То есть температура умерет. Наношу маску, видите, чтобы защитить себя и не заразить других, если вдруг. В торговом центре уже традиционная программа. Каждые два часа санитарная обработка всех поверхностей. Поручни эскалатора, ручки тележек, автоматы с едой и кофе. К сотрудникам торгового зала повышенное внимание. Каждый сотрудник, который приходит на работу, у нас мы у него замеряем температуру тоже два раза в день, для того, чтобы убедиться и отслеживать его здоровье в течение работы. В этом торговом комплексе работают 500 человек. Большинство из них в тесном контакте с покупателями. Поэтому 91% сотрудников сделали прививку от коронавирусной инфекции. Шутить с вирусом – это, будем говорить, такая, как говорят, русская рулетка. А лучше не шутить, заниматься собой, защищать себя, вакцинироваться. Нужно думать о себе, о вакцинации и от гриппа, и от вируса. Смотришь, мы пройдем этот период без болезней и, как говорят военные, без потерь, что очень важно. Вакцинация от вируса COVID-19 и гриппа продолжается. Делают прививку в поликлиниках округа и в мобильных пунктах. Записаться на прием можно на сайте госуслуг, либо пройти по живой очереди. При себе нужно иметь паспорт, полис УМС и СНИЛС. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В детских поликлиниках и больницах округа продолжают обустраивать добрые комнаты. Это игровые пространства для самых маленьких пациентов лечебных заведений. Идея одноименного проекта принадлежит депутату Московской областной думы от партии «Единая Россия» Линари Самединовой. Насколько он востребован и пользуется успехом, узнал наш корреспондент. Видишь, не хватает розового. Твои розовые. Твои розовые. Трехлетняя Катя Аксенова пришла на плановый осмотр к педиатру. Визит в поликлинику не самое приятное для нее занятие, признается мама девочки. Но справиться с волнением помог вот этот волшебный уголок. Теперь ребенок даже не спешит домой. Очень красивый детский уголок сделали. Детям есть где поиграть. Все очень красиво. Им хорошо, им весело. Время проходит очень замечательно. Именно с этой целью и создали добрую комнату, чтобы время ожидания врача протекало незаметно как для маленьких пациентов, так и для родителей. В детской поликлинике номер один Люберецкой областной больницы приятная новинка появилась на прошлой неделе. Поликлиника у нас большая, 270 посещений в смену. И поэтому детишек много всегда. И такой уголок, он просто был необходим. По крайней мере, в поликлинике я тут не слышал плача. Это тоже очень важно. Я искренне пожелал бы всем нашим детишкам здоровья, родителям в чем-то терпения, ну и поддерживать детишек и самим не болеть. Это уже третья добрая комната для маленьких люберчан. Проект «Единая Россия» стартовал в городском округе в конце 2019 года. Подобная игровая зона есть в Малаховской детской поликлинике и в стационарном отделении Московского областного центра охраны материнства и детства. Они знают, как уменьшить боль и вернуть к жизни пациента в критическом состоянии. Без них не обходится ни одна операция и невозможна работа ни одной больницы. 16 октября реаниматологи и анестезиологи отмечают профессиональный праздник. Именно в этот день, в 1846 году, медики впервые использовали наркоз. Об особенностях профессии и ежедневном подвиге врачей этой службы наш следующий сюжет. В то время, как хирурги работают за операционным столом, реаниматолог-анестезиолог сидит рядом с пациентом. Свою главную миссию – проведение общего наркоза – он уже выполнил. Сейчас контролирует, чтобы все проходило в штатном режиме. Сразу после операции пациент снова попадает в руки анестезиолога. Сотрудники реанимации перевозят его в свое отделение. Берут ответственность за состояние больного до тех пор, пока его жизни и здоровью ничего не будет угрожать. Реанимация оснащена современными и российскими, и зарубежными аппаратами искусственной вытиляции легких. Отдельная реанимация оснащена достаточно на хорошем уровне современной сидящей аппаратурой, которая позволяет следить давление больного, температуру больного, частоту дыхательных движений, частоту пульса и сам пульс. Лет 20 назад о таком оборудовании можно было только мечтать. Врачи трудились в сложных условиях и с устаревшей техникой. Старшая медсестра Светлана Баркова знает об этом, как никто другой. Работает в отделении с 1998 года. В целом, несмотря на то, что реанимация – самая сложная структура больницы, текучки кадров здесь нет. «Пациенты поступают тяжелые. Поначалу, по молодости, как я говорю, все это воспринимается очень близко к сердцу, и слезы, и какие-то бывают моменты, когда хочется уйти. Ну, с годами, как вот говорят, притираешься, привыкаешь ко всему. И уже, ну, это твоя работа. Тяжело, не тяжело, ее надо выполнять, чтобы люди выживали, чтобы люди не болели». Волею судьбы среди тех, кому пришлось помочь, оказался и бывший коллега. В прошлом заведующий травматологическим отделением Эдуард Коган недавно выписался из реанимации. Теперь может дать оценку не только как врач, но и как пациент. «Так получилось. После операции я три дня был в реанимации. И первый день, понятно, был после наркоза там, где спал, где не спал. А двое суток, как на дежурстве все смотрел. Настолько здорово работают. Каждый знает свой маневр. Все готовы любому помочь. И так далее. Очень здорово». Сотрудники реанимационно-анестезиологического отделения взаимодействуют с хирургическим, онкологическим и травматологическим блоком, а также участвуют в экстренных операциях. Их труд зачастую остается за кадром. Но без них ни один хирург не возьмется за свою работу. «Если сравнить больницу с человеческим организмом, то отделение анестезиологии и реанимации – это сердце. Сердце организма. Сердце останавливается, организм умирает». Премия губернатора Московской области «Мы рядом. Ради перемен» нашла своих победителей. Обладателями наград стали инициаторы и создатели социально важных для региона проектов. Люберцы дважды стали первыми. В чем – расскажем в нашем сюжете. С малых добрых отдел начинается масштаб. Именно эта задача – показать людей, которые делают то, что помогает другим, то, что вселяет их уверенность, то, что их вдохновляет. Церемония награждения прошла в необычном формате. Такие условия продиктовали антиковидные реалии. Главная сцена находилась в Москве. С нее шла прямая трансляция на 51 округ Подмосковья. В этом году подали заявки на участие 6640 проектов. Итак, номинация «Перемены Подмосковья». «Перемены Подмосковья» награждается Михаил Иванов, Красногорск. Михаил Иванов – создатель городского фестиваля для творческой молодежи. За три года фестиваль принял всероссийский масштаб, поэтому был удостоен самой крупной номинации «Перемены Подмосковья». Всего ее обладателями стали 10 инициаторов. Почетным лауреатом назвали ветерана Великой Отечественной войны Ивана Жучкова из Фрязина. Спасибо вам большое. Мы уже знакомы. Браво. В 95 лет Иван Жучков ведет уроки патриотизма и содержит музей войны во Фрязинской школе. Ветеран рос в детском доме. Несмотря на сложную жизнь, он полон стремлением помогать окружающим. Дет дом дал мне хорошее знание, научил любить друг друга, товарищей, дом свой, город свой, область, целую и страну. Премии были удостоены все, кто неравнодушен к своей малой родине. Номинации были поделены по масштабу деятельности. Область перемен, округ перемен, территория и место. Люберцы в этом году стали первыми по количеству инициатив во всех категориях. Там участие в конкурсе приняли 1244 проекта. Люберцы! Награждение самой многочисленной номинации «Место перемен» проходило в округах. Мы гордимся вот этими малыми делами, которые в целом формируют город. Потому что мы же гордимся, что вы любили резкие, любили чайные. Итак, я приглашаю на сцену Антону Светлану Анатольевну. Светлана Антонова участвует в премии губернатора с начала ее основания. Но награду получила впервые. Светлана работает в детском саду с ребятами, у которых есть дефекты речи. Ее проект – волшебный космос. В проекте принимали участие дети, педагоги, родители. В конце нашего проекта, как итог, мы провели космическую конференцию, где дети смогли почувствовать себя в роли журналистов, задавая друг другу вопрос в интересной форме. И нам нужно сказать, что фантазия детей безгранична. Работает с детьми и другая победительница конкурса – Алевтина Марчук. Она педагог театральной студии в Томилино. У нее 17 воспитанников. Для них она не только преподаватель актерского мастерства, но и главный наставник. А все начиналось с пяти человек. Взрослые очень часто забывают про детей, как бы это грубо не звучало, просто не хватает времени. Сейчас родители очень заняты. И дети очень часто просто нуждаются в какой-то теплоте и поддержке дополнительной. Вот я эту поддержку оказываю. По количеству наград люберцы тоже стали первыми. Из 500 лауреатов со всего Подмосковья победителями стали 60 люберецких проектов. И с каждым годом количество участников от Люберецкого округа растет. Пять учеников Малаховской школы-интерната стали победителями и призерами Московского областного чемпионата Обилимпикс. Конкурс по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья провели в 40 городах Подмосковья. С участниками чемпионата пообщалась моя коллега. Роман Суховий начал изучать переплетное дело только этим летом. Сейчас создает блокноты на заказ и в подарок близким. Сначала Роман сдавливает листы под прессом, а затем сшивает их. Последние штрихи – создание корешка и обложки. Вначале я делаю картонные заготовки. То есть, допустим, вот эта часть, сам корешок, который подбирается по толщине блока. Он обычно на миллиметр больше с каждой стороны, чем сам корешок. И задняя сторона. Цвет подбирают по своему желанию или предпочтению заказчика. Главное, чтобы оформление было в едином цвете и стиле. На создание одного блокнота уходит три часа. Столько времени понадобилось на Обилимпиксе. Итог – первое место. Конечно, с моим зрением, мне мешает. С ним трудно, так скажем, работать, шить. Много не видно. Сложности были с ровностью. То есть, ровно согнуть, ровно прошить, вымерить все размеры для обложки. Но со временем это пришло уже как на автомате. Плохое зрение победе не помешало. Роман представит Московскую область на всероссийском этапе. Свою жизнь юноша планирует связать с творчеством, стать дизайнером. А его одноклассник Артём Мартынов предпочитает точные науки. Школьник участвовал в категории сборка-разборка электронного оборудования и занял второе место. И на чемпионате был очень старый системный блок. При разборке некоторые нюансы вышли. То, что он немножечко старенький, там где-то что-то работает, не работает. Немножечко по времени не успел. Впервые Артём разобрал компьютер в 10 лет. Обратно собрал его за неделю. Но устройство не заработало. Потребовалось ещё неделя, чтобы вернуть компьютер в рабочий режим. Потом стал уже интерес их разбирать, делать, апгрейдить. Сейчас Артём помогает друзьям и близким чинить телефоны. Разбился экран, устройство попало под воду или просто перестало работать. Всё это он легко исправляет. Несмотря на слабое зрение, может припаять даже самые мелкие детали. Дорожки тонкие и обычным паяльником их можно просто сжечь. Это надо аккуратненько делать феном специальным паяльным и припоем. Там такой провод при небольшом нагреве градусов 200. Он уже всё. Он уже просто сгорает и всё. Его не восстановить. Внимание к деталям и самодисциплину школьникам привил Евгений Назаров. Учитель физики, биологии, астрономии и физкультуры. Он и предложил ребятам поучаствовать в областном конкурсе. Мы открыли все возможные компетенции. Позвали ребят, которые по условиям конкурса могли в нем участвовать. И каждый из них выбрал ту компетенцию, которая ему наиболее интересна. Некоторые выборы для нас были достаточно неожиданными. Дети в школе показывают себя с одной стороны, и некоторые аспекты их жизни нам не видны. Поучаствовав в этом конкурсе, они проявили себя с тех сторон, которые обычно в школе не проявляют. На чемпионате соревновались более двух тысяч человек. Предпринимательство, администрирование отелей и адаптивная физическая культура. Во всех заявленных компетенциях ученики Малаховской школы-интерната заняли призовые места. Айтад Шчерагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Сразились в театральном поединке. Ученики студии «Театральный экспресс» защитили Люберцы на межгородском этапе. Проект реализуется по всей Московской области. Люберецкая команда встретилась с актерами из Котельников. Кто прошел в полуфинал, расскажем в нашем сюжете. Мы вас любим! Мы вас любим! В игре пять раундов. Каждый начинается с жеребьевки. В конкурсе нет театральных заготовок, только актерская импровизация. Ребята состязаются в остроумии, находчивости и сообразительности. Первое задание было это окей-баттл. Нам задают вопросы, мы по очереди каждый по слову отвечаем. Как? Стать депутатом? Очень легко! От Люберец выступает команда «Театральный экспресс» из детской музыкальной школы номер два. Студии четыре года. Импровизация – основное направление для юных актеров. Вообще мы развиваем, по сути, нашу моторику, наши мысли, скорость действий, актерское мастерство. Это довольно интересно, правда. Это развивает и личность, и характер человека. В каждой команде пять игроков. Внутренний отборочный турнир прошел весной. Тогда из десяти участников выбрали пятерых сильнейших. Сложно было отобрать пятерку. Готовились ребята с интересом. Они очень активно занимались, ждали этого дня, сегодняшнего театрального поединка. Театральный поединок проводится в 24 городах Подмосковья. Игру оценивает опытная жюри. Это профессиональные актеры театра и кино. Судьи смотрят на несколько критериев. Это и актерский ансамбль, это и работа с воображаемым предметом, это и воображение. Здесь собрались ребята, которые профессионально занимаются актерской деятельностью. Но тогда и оценки должны быть профессиональными. В результате театрального поединка прошли в полуфинал актеры из Люберец. Проигравшие по олимпийской системе выбыли из игры. Но все команды встретятся вновь на большом финале 27 ноября в Московском губернском театре, где финалисты продемонстрируют свое мастерство. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошел кубок городского округа Люберцы по самбо. В соревнованиях приняли участие более сотни юношей от 10 до 13 лет. Они боролись за право войти в состав сборной муниципалитета и представлять округ на турнирах более высокого уровня. За выступлениями спортсменов наблюдала Луиза Егязарян. Показывать свое спортивное мастерство перед большой публикой Арсению Калинину не впервой. За три года занятий самбо юноша неоднократно занимал первые места на турнирах. Сейчас пришла пора закрепить за собой звание одного из лучших самбистов округа. Выбрал этот спорт, потому что мне нравится борьба и с самого детства хотел ими заняться. Сможешь постоять за себя, потому что занимаешься, и сможешь дать отпор обидчикам. Меня пригласил друг, и я попросила родителей, чтобы они меня записали. Они согласились. Родители не просто согласились, а всецело поддерживают сына в спортивном выборе. Папа Арсения – его постоянный болельщик на соревнованиях. В прошлом году тоже областные были соревнования. Полуфинал вышел. Проиграл, не хватило немного опыта. Сейчас будем стараться выиграть. Победа в Кубке городского округа важна. По итогам соревнований сформируют ближайший резерв для сборной команды муниципалитета. Ребята показывают на ковре, чему они научились за время летних сборов. Впереди плотный соревновательный график. У нас все возрастные группы борются на разном уровне. Совершенно начиная от муниципальных соревнований, заканчивая всероссийским и международным уровнем. Надежда наша на то, что люберецкие спортсмены будут выступать успешно и представлять достойно свой округ. У юных спортсменов пока это получается. На днях два воспитанника Федерации самбо городского округа завоевали бронзовые медали на первенстве Московской области. Для подготовки будущих чемпионов в Люберцах работает 10 отделений спортивной организации. Луиза Игязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ Хоккейный матч состоялся на ледовой арене в Томилине. В первом туре нового сезона Люберецкой хоккейной лиги Московской области Люберецкий каток встретился с командой из Дмитрова с одноименным названием. За игрой наблюдали мои коллеги. На льду пожарные, медики, полицейские и сотрудники администрации. Игрок команды «Каток» Дмитрий Баранов вне ледовой арены, начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций Люберецкого округа. Тренируется два раза в неделю. Мечта детства интересная в детстве была. Не соврать бы, наверное, два с половиной года. Я вот снова встал на коньки. И вот прямо до настоящего момента. И надеюсь теперь долго до глубокой старости, чтобы здоровье позволило. Когда придумывали название Люберецкой команде, спортсмены вдохновились прозвищем «Красная машина». Так на международной арене называли советских спортсменов. А мы будем соответствовать. Не можем назваться «Красной машиной», потому что мы на международной арене не играем. Мы назвали команду «Каток», которая тоже будет соответствовать этому названию. Раскатаем всех. В первом и втором периодах «Каток» отправил четыре шайбы в ворота соперников. В третьем тайме команда из Дмитрова ответила люберецким спортсменам и забила две шайбы. Приехали поиграть, не побиться. Просто поиграть ради... Игра есть игра, но удовольствие от игры все равно от получения. Соперники, ну такие же, как и мы, но что-то у них не получается, что-то у нас не получается. Будем стремиться работать. Стараемся забить. А может и выиграть. «Каток» вырвался вперед и победил со счетом 6-2. Но люберецкие хоккеисты не расслабляются. Уже 21 октября состоится матч с командой из Ивантеевки. Сезон завершится в начале 2022 года. За кубок будут бороться 8 команд. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Животные верные друзья людей. Но дом есть не у всех собак и кошек. Поэтому в Малаховском парке культуры и отдыха организовали благотворительную акцию «Четыре лапы». Там побывали и мы. Спортивные игры, концерты, фотосессия с Хаски. Это не просто акция, а интерактивная программа. К празднику присоединились и взрослые, и дети. Среди них 6-летняя Мария Катухова. Когда девочка видит бездомного котенка, никогда не проходит мимо. Я его могу покормить или просто погладить, что он там хороший. Их надо лечить, кормить, ухаживать, гладить. В городском округе Люберцы открыто несколько приютов для бездомных животных. Все они переполнены. Организаторы акции призывают брать животных именно из приютов. Если такой возможности нет, то просто помогать четвероногим. Каждый человек, у которого есть сердце, он очень хочет помочь маленьким животным. Очень хочет, если не обрести дом, хотя бы накормить их до суда. На благотворительные акции «Четыре лапы» собрали более 60 килограммов корма. Организаторы распределят его для животных по Люберецким приютам. Айтад Шчерагова, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. В Люберецкой картинной галерее открылась персональная выставка художницы Натальи Степановой. Пейзажи, натюрморты и портреты вошли в коллекцию флора и фауна. На открытии поприсутствовала и наша съемочная группа. Наталья Степанова – главный хранитель Люберецкого музейно-выставочного комплекса. Под ее опекой больше 30 тысяч экспонатов. С детства Наталью Александровну тянуло к прекрасному. Всегда мечтала быть художницей. Написать первую картину решилось 6 лет назад. С тех пор из подруги мастера вышло больше 200 полотен. С 12 лет мечтаю писать картины. Всегда посещаю музей. Все галереи мира были мои любимые. Я знала, где какие картины висят. А сама себе сижу. И, конечно, побежала на рынок, действительно далеко, благо. Купила краски хвост, написала первую картину. Называлась «Мокрый снег». Мне купили ее сразу. Осваивала художественные приемы сама, без специального обучения. Все сюжеты навеяны событиями жизни. Портрет «Мой любимый пушок» художница посвятила домашнему питомцу, которого не стало. Свои душевные переживания Наталья переносит на холст. Это картины, которые написаны от души. Вот душа человека, которая не может не говорить. И она говорит красками, живописью. С открытием экспозиции поздравили Наталью Степанову, заслуженный художник Российской Федерации Александр Рожников и председатель комитета культуры городского округа Люберцы Светлана Носкова. Действительно, это знаковое событие для Натальи Александровна. О том, что 30 тысяч фонда еще успевает творить, рисовать и писать. «Флора и фауна» – вторая персональная выставка в творческой карьере Натальи Степановой. В Люберецкой картиной галереи художница представила 45 работ. Познакомиться с ее творчеством можно до 31 октября. Анна Слаяковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.